До вчерашнего дня я не спешил с решением изменить название улицы Пушкинской. Я, как и многие харьковчане, всегда чувствовал, что Пушкин это не о современной России, не о той реальности, которую путинский режим пытается насаждать, используя величие исторических фигур для своей выгоды. Но после того, как враг нанес ужасные удары по нашему городу, унес жизни невинных и превратил дома в руины, мы видим реальную цену таких решений. Это боль, которую Харьков почувствовал, самая острая за всю историю этой войны. И потому я считаю, что мы не можем оставить все, как есть. Вот с таким заявлением выступил вчера Игорь Терехов, городской глава Харькова, после обстрела 23 января, в котором погибло больше 10 человек. Игорь Терехов предлагает переименовать улицу Пушкина в улицу Григория Сковороды, философа и писателя, который родом из Харькова. Понимаете? То есть Харьков и харьковчане до конца держались, держались до конца, не готовы были приравнять и обвинить русскую культуру в нынешних убийствах, которые чинят россияне. Но все-таки Россия очень упорна в уничтожении русской культуры. Вот все, что она могла очернить и смазать говном в русской культуре, она делала упорно. Вот смотрите, уже в Киеве снесли памятник Пушкину, ну во Львове, наверное, его снесли давно. Уже все снесли, кто мог. Харьков держался до последнего, и поэтому они били именно по Харькову. Нет, мы выбьем из вас русскую культуру, мы докажем вам, что русская культура – это сплошные убийства, насилие, грабежи. И вот вам русская культура, сказали россияне, мы добьемся своего. И они добились, у них получилось. Терпение мэра городского головы Харькова лопнуло. Я не знаю, харьковчане, что вы по этому поводу думаете, кстати, по поводу улицы Пушкина. Я знаю, что меня очень много смотрят в Харькове. Вы, пожалуйста, напишите, что вы думаете по этому поводу, по поводу переименования улицы Пушкина. Там внизу в комментариях напишите. Вчера, кстати, мне написала девушка из Харькова, что у нее был день рождения, во-первых, поздравляю вас с днем рождения. Написала, что вы, говорит, слишком много говорите о том, что жители Харькова страдают больше других. Нет. Написала, что мы не страдаем больше других, мы страдаем от обстрелов, имеется в виду. Так же, как и все остальные, как и все остальные города. Стало со мной спорить, что таки его больше досталось. Так что храбрые харьковчане, видите, держатся и даже доказывают, что им не хуже, чем другим. Вот такой сегодня. Начинаем с привета Харькову. А от Харькова жду комментариев по этому вопросу. Ну, а привет российской армии. Очередной наносит наши военные. 950 российских оккупантов уничтожено, 30 танков. Статистика опять неимоверная сегодня. 59 артиллерийских систем, 42. БМП, 4 единицы спецтехники, 1 система ПВО, 1 реактивная система залпового огня. В общем, где-то идут большие тяжелые бои. Такие цифры бывают в дни очень тяжелых боев. Когда прут они колоннами, эти зомби российские. Понимаете? Вот судя по этим цифрам, я знаю, многие спорят с этими цифрами, говорят, ну не может быть так много, не может быть так много. Но в сравнении это все равно, все познается в сравнении. Безусловно, бывают дни, когда 1, 2, 3 танка. А здесь 30 танков. Бывают в обычные дни, ну хорошо, 5, 10 артиллерийских систем, 59 артиллерийских систем. Второй результат за всю войну. А самый большой был вчера, когда 61 артиллерийская система. Поэтому где-то идут очень тяжелые бои на каком-то из участков фронта. А может быть на всех сразу. Только вот те, кто знает, не пишите. Вот это как раз военная тайна. И ее выдавать не нужно. Не пишите, лучше подпишитесь на канал Штельман. Спасибо, кстати, всем, кто вчера подписался. Я вчера вас просил, умолял. И вы сделали то, что я просил. Стало у меня на канале Штельман. У нас стало 335 тысяч. Вот котик не даст соврать. Котик, пожалуйста, попозируй. Смотрите. 335 тысяч подписчиков на канале Штельман. 335. Давайте 336-ю начнем сегодня формировать нашу тысячу. Подписываемся. Подписка внизу. Можно перейти по ссылке. Ну и лайки, конечно, ставьте. Тем более, есть еще одно радостное событие. Туапсе. Город Туапсе, российский курорт, полыхает. Полыхает благодаря нашим беспилотникам. Значит, разбомбили мы вчера ночью Туапсе беспилотниками. Пожар начался на территории нефтебазы в Краснодарском крае Российской Федерации. Значит, произошло возгорание на территории нефтебазы. Идет ликвидация горения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы. Местные жители сообщили о пролете нескольких беспилотников. Их видели до и после возгорания на нефтебазе. Это уже не первая бомбардировка Туапсе за нашу войну. Вторая, по-моему. Но опять удачное попадание. И опять в нефтеперерабатывающий завод. Это как это называется? Нет. Извините. В нефтебазу. Россияне тоже, конечно. Россияне вчера ударили, в свою очередь, по мирным нашим гражданам. По жителям Одессы. 13 беспилотников на Одессу и Николаев. 11 из них сбиты. 6 раненых. Страшные картины, кстати, как беспилотник попадает в многоэтажный жилой дом. Пожар в этом доме. Это выглядит просто совершенно ужасно. Так что Одесса, держитесь тоже. Но, к счастью, вроде бы погибших нет. Только раненые. А вот хорошая новость, которая прилетела ко мне, не скажу откуда. Ну, из одного из телеграм-каналов. Но уж больно он такой достоверный. Все похоже на правду. Думаю, что это будет сегодня раскручиваться по ходу пьесы в течение дня. Сегодня вообще в течение дня мы ждем две вещи. Раскручивание вот этих новостей, которые я сейчас освещу подряд две. И что же скажет Путин Канту. Путин поехал сегодня в гости к Эммануилу Канту. Но про это мы с вами поговорим чуть позже. Я расскажу, какого диалога между Путиным и Кантом я ожидаю. Это прямо переписка Энгельса с Каусским фактически. Итак, хорошая новость, которая прилетела из телеграма. 24 российских военнослужащих уничтожены одним ударом нашим на полигоне военным под Иловайском. Все это произошло вчера, 24 января, около 15.00. Удар пришелся по территории воинской части номер 78-528, что недалеко от села Покровка. По предварительным данным 24 уничтожено российских военнослужащих, еще четверо ранено. Ну, я думаю, что, как всегда, эти придурки заснимут все, что там происходит. Пришлют нам видео, чтобы мы могли насладиться. Каждый получил по свою долю удовольствие от уничтожения российских военнослужащих на полигоне под Иловайском. Будем считать это началом нашей мести за Иловайский котел. Ну, конечно, только началом, конечно. До полной большой мести нам еще далеко. Продолжается, естественно, обсуждение по всей стране сегодня того, что случилось вчера с самолетом Ил-76. За сутки, прошедшие с прошлого выпуска Штриман за сегодня, у меня, с одной стороны, есть много что рассказать на эту тему. С другой стороны, я по-прежнему осторожен в своих высказываниях, потому что власть попросила не сильно комментировать экспертов всю эту историю, не нагнетать. Во-вторых, и в главных, для меня в главных, потому что потенциально речь идет о жизнях наших военнослужащих, а у них есть семьи, дети, жены, матери, мужья. И мы не знаем, что с ними на настоящий момент, поэтому нужно быть очень осторожным. Я вам приведу практику, расскажу, какая практика в Израиле, вот израильтяне знают, израильские зрители. Сейчас там идет война, каждый день почти, к сожалению, почти каждый день гибнут военнослужащие армии обороны Израиля в секторе Газа. Там в Израиле сообщается о смерти каждого военнослужащего, о гибели каждого военнослужащего, но имя этого военнослужащего называется только после того, как о нем сообщено, об этой смерти сообщено родственникам. Тогда военцезура разрешает об этом сообщать. Давайте держаться тоже каких-то разумных правил. И мы пока не знаем, кто был в самолете Ил-76, который был сбит. Были ли там люди. Если это люди, то наши или их люди. Или, возможно, там не было людей, а только русские военные, которых мы за людей не считаем. Мы не знаем. Официальной информации про это не существует. Поэтому и я не буду говорить таких вещей. Я буду говорить то, что основывается только на официальной информации. И даже версии я скорее оставлю вам формировать. Хотя они у меня есть. У меня есть версия, сразу скажу. Но я не готов ее называть, пока не будет чуть больше официальной информации. Чтобы не лезть поперед Батике Упеклу. Вот Владимир Зеленский сказал, что Украина настаивает на международном расследовании того, что случилось. Вот что говорит Зеленский. Нужно установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно. Учитывая, что падение самолета произошло на российской территории вне нашего украинского контроля. Факты – это главное слово сейчас. Кстати, маленькая ремарочка. Отступлюсь от Владимира Зеленского. Помните, что я вам вчера сказал? Я приведу только факты. Сказал я. И привел факты. Факты – это главное слово сейчас. Это я продолжаю цитировать Зеленского. Заслушал главкома и генштаб по применению воздушных сил. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности расследует все обстоятельства. И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании. У Владимира Зеленского, президента Украины, кстати, сегодня рождение, 46 лет, но он просил не поздравлять. Ну, не меня, в смысле, а всех. Просил сильно не поздравлять. Отменил все поздравления в связи с тем, что вот с этой ситуацией в СССР. Поэтому не поздравляю. После войны все сразу, в дни рождения, отметят, которые были. У нас какие накопились за это время? Факты, что ли? Россияне утверждают, как вы знаете, что там в самолете были наши пленные. Россияне утверждают, что они сообщили нашему командованию, по какому маршруту будут вести пленных. Дескать, вот что мы тут знали, что тут, понимаешь, самолет с гуманитарной миссией, бла-бла-бла-бла. Но, честно вам сказать, во-первых, я не верю россиянам изначально, просто по определению. А, во-вторых, все их поведение, как они засуетились. ЗА-СУ-Е-ТИ-ЛИСЬ. Забегали, засуетились, заорали все хором, а бы что, создавали информационный шум. Выглядит для меня лично так, что они что-то очень сильно скрывают. Что-то очень сильно скрывают. Наша сторона, в свою очередь, вчера официальное заявление сделала. Не буду, оно долгое, длинное, не буду его цитировать, потому что оно тоже очень осторожное. Ключевое для меня слово в этом заявлении такое, что нас никто не информировал о том, что будет следование какого-то самолета с пленным. Это ключевые слова в том большом заявлении. Дальше. Государственное управление разведки сообщает. Интересные факты, но пока странные. Что каких-то чиновников должны были везти на этом самолете российских поставленных ВИП-особ, и что их высадили из самолета, отказались туда сажать. Ну и, наконец, Совет Безопасности, Служба Безопасности Украины, СБУ, объявила о том, что завела уголовное дело по, вот тут самое важное, по какому, по какому, собственно, на, как это, господи, по какой статье заведено уголовное дело? Уголовное дело заведено по статье нарушения правил и обычаев войны. Дальше выводы делайте сами, хотя у меня большой соблазн, но делайте сами. Сегодня в Америке, когда будет день, у нас будет вечер, наверное, пройдет вон заседание Совета Безопасности по этому вопросу, которое созвала Россия, а Франция вчера отказалась его созывать. Там уже тоже дипломатический скандал. Россияне обвинили французов тем, что тебя специально дают Украине подготовиться. И я отвечу, да, конечно, конечно, французы дают нам подготовиться к этому заседанию. Что мы должны приходить? Россияне знают это, на их территории упал самолет, россияне много знают, мы не знаем ничего, и мы придем такие слушать, что россияне рассказывают, не имея своих данных, своих версий и так далее. Конечно, французы дали время собрать данные со спутников американских и так далее. Но сегодня, возможно, вечером, поздним для нас, возможно, мы узнаем какие-то новые подробности. Вот так я был аккуратен, насколько это возможно, в силу особых обстоятельств этого дела. Но даже в этом мрачном, таком странном происшествии есть точно радостная новость. Значит, губернатор Белгородской области сказал, что командовал этим самолетом Л-76 некто Беззубкин, Беззубкин, Станислав Беззубкин, уроженец Тамбова, командовал этим самолетом. И это был какой-то известный достаточно летчик, поскольку он воевал до этого в Сирии. Так что в любом случае сбили, не сбили, кто сбил, не знаю, но сбили заслуженного российского летчика. Еще одним военным преступникам стало меньше. На самом деле стало меньше как минимум на шесть военных преступников, столько составляет экипаж самолета. Но Беззубкин совершал военные преступления и в Сирии, где россияне стирали с лица земли города, и в Украине, где они занимались ровно тем же геноцидом украинского народа. Так что минус один военный преступник, как это и на скамейке, запасные на скамье, подсудимых в ГАГе, ну или в будущем процессе над российскими военными преступниками, образовалось еще одно свободное место. Надеюсь, кстати, что некого будет судить после войны. Вот многие надеются, что главное, чтобы они дожили, чтобы мы их судили. А, нет. По мне так. Если всех перебьем силами ВСУ, туда ему дорога. Ну а теперь про Путина, все-таки про Путина. Путин сегодня в гостях у Канда. Неожиданно у него сегодня поездка. Полетел Владимир Путин в Калининградскую область. Калининградская область, она, как говорится, зашаталась, ведь зашаталась под Россией Калининградская область. Ну, с тех пор, как Россия не признает свои собственные границы, а Россия отвергла свои границы, установленные в результате всех соглашений от 1991 года с соседними странами, но они же решили, что их границы теперь нет, поэтому никто не обязан их границы признавать. И уже много пошло речи о том, что Калининградская область, в общем, постепенно должна у России быть отобрана и передана то ли Германия, то ли Польша. В Польшу переименовали даже Калининградскую область, как по-польски называют теперь. То есть вряд ли россиянам удастся удержать эту область. Кто не знает эту историю, этой Калининградской области, откуда она сейчас взялась, и какого черта там родился немецкий философ Эммануил Канн, это была Восточная Пруссия, то есть там жили немцы, но после Второй мировой войны, по результату Второй мировой войны, Сталин попросил дать ему подарить эту Восточную Пруссию, и всех немцев, которые там были, просто взяли, посадили, никуда их не посадили, их погнали ветками, пешком туда, в Берлин, в Германию. В общем, выгнали, просто депортировали всех немцев, которые проливали в Калининградской области, это называлось Восточная Пруссия, состоится в Кёнигсберге. Кёнигсберг был полностью разрушен во время войны, просто полностью снесон с лица земли, там осталось буквально несколько зданий, бомбардировками в смысле советскими. Но там в Калининградской области уцелели другие города. Я уже их названий немецких сейчас-то и не вспомню, но бывал я там, Янтарная, например, сейчас она называется, еще как-то Светлогорск, по-моему. Города там какие-то есть, и вот они еще с немецких времен там стоят, ходишь, немецкие дома прямо. А в самом Калининграде от немецких домов остался только собор, и то я не знаю, это они его заново построили, или он так и действительно уцелел. Ну вот что интересно, в России есть университет Канта. Да, Эммануэла Канта, университет. И находится он в том самом городе Калининград, который бывший Кёнигсберг. И Путин сегодня встречается, не знаю, уже встретился, наверное, может еще нет, со студентами университета Канта. И вот этот сюжет меня как бы заинтересовал. Это что-то новое, согласитесь. Эммануэл Кант и Владимир Путин. Экзистенциальный идеалист Эммануэл Кант и подполковник КГБ Владимир Путин. Ну прямо этот, как кардинал и галантерей, галантерейщик и кардинал, правда же? И я подумал, ну хорошо, вот Путин приедет в университет Канта. О чем он будет рассказывать там студентам? О том, что исконно русские земли в Херсоне? О том, что НАТО собирается напасть противно? О том, что бендеровцы разбушевались? Ему имя Канта ни о чем не скажет, не заставит его задуматься на секунду о том, кто такой Кант. Вот мне кажется, сегодня он будет к месту и не к месту его цитировать. Но иначе как-то уж совсем глупо приехать в университет Канта и не процитировать Канта. Поэтому залез я в Википедию, в цитатник Википедии, и стал я читать цитаты Канта. Для самой же войны не нужно особых побудительных причин. Она привита, по-видимому, человеческой природе, и считается даже чем-то благородным, к чему человек побуждает честолюбие, а не жажда выгоды. Это ведет к тому, что военная доблесть рассматривается, как имеющая большую непосредственную ценность. Не только во время войны, но также в качестве причины войны. И часто война начинается только для того, чтобы выказать эту доблесть. То есть, заметьте, Эммануил Кант знал, что россияне начнут войну только ради того, чтобы кричать «можем повторить». Ради того, чтобы кричать «мы русские, мы идем до конца». Так что даже философы восхваляют войну, как нечто облагораживающее род человеческий, пишет Кант дальше, забыв известное из речения греков. «Война дурна тем, что больше создает злых людей, чем уничтожает их». Вот тут, конечно, нужно согласиться и с Кантом, и с его греческими предшественниками. Мы уничтожаем, уничтожаем российских злых людей, но их рождается что-то не меньше. Еще одно высказывание Канта. Это интересно, это всеобщая естественная история, теория неба. «Дайте мне материю, и я покажу вам, как из нее должен образоваться мир», сказал Эммануил Кант. Путин бы в ответ сказал, дайте мне материю, я создам из нее ракету С-400 и кого-нибудь убью этой ракетой, например, мирных жителей Харькова, скажет в теории неба Владимир Путин. А вот про самого Путина. «Дайте человеку все, чего он желает, и в ту же минуту он почувствует, что это все не есть все». А ведь эта цитата ровно, это Кант говорил о Путине, Эммануил Кант о Владимире Путине. Путину дали все, что он хотел, просто все. Деньги, его сделали самым богатым человеком в мире, просто он украл деньги столько, что он был самым богатым человеком в мире. Сегодня уже нет, потому что сегодня оказалось, что нужно заниматься было не «Газпромами», а «Цифровыми активами», делать «Эпплы», «Гуглы», «Амазоны», то, что ни Путин, ни россияне не умеют. Ну, это он прочел калклювом. Но пока в мире царили нефть и газ, Путин был самым богатым человеком мира. Он получил все. Его страна росла, росла экономика его страны. Там действительно развивалась какая-то наука, возможно, даже искусство, какое-то кино и так далее. Но он почувствовал, что это все не есть все. Он захотел больше. Ну, так дальше, я думаю, что Эммануил Кант и сказка о старике, старухе и разбитом корыте, я думаю, что если все это соединить, он почувствует, что это не есть все и останется один у разбитого корыта. Я думаю, что это ждет Путина. Ну, конечно, главное, самая знаменитая цитата из Канта, в которой все знают окончание, не все знают начало. «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благовением, чем чаще продолжительным размышляем о них». Это, ну, кто продолжит цитату сам? Какие две вещи? Какие две вещи главные для Канта? Звездное небо надо мной и моральный кодекс во мне. Звездное небо над нами и нравственный кодекс внутри нас. В другом переводе звучит эта же поговорка. Звездное небо над Путиным еще есть, небо даже в алмазах уже, а вот морального кодекса в нем как нет, так и не было. Поэтому, вот заметьте, о чем говорит Кант? Он говорит, что две вещи наполняют душу. Звездное небо над нами и нравственный кодекс внутри нас. У Путина нравственного кодекса нет, поэтому душа его вста, согласна Эммануилу Канту. Дети должны воспитываться не для настоящего, а для будущего, возможно, лучшего состояния рода человеческого, говорит Эммануил Кант. А Путин что говорит? Рожайте детей, прямо сейчас я отправлю их на фронт. Рожайте детей для прошлого. Рожайте детей для прошлого. У них нет и не будет будущего. Дольше всего живут тогда, когда меньше всего заботятся о продалении жизни, сказал Эммануил Кант. И это снова про Путина, который только и заботится о продолжении своей собственной жизни. Что еще есть? Ой, тут вообще страшные какие-то вещи. Сейчас, извините, читаю одновременно. А, вот это. Вот это прям тоже про Путина. Ну, то есть про анти-Путина некого. Имей мужество пользоваться собственным умом. Ну, Путин то ли не пользуется собственным умом, то ли ума у него нет. То ли ума у него нет. Да, в общем, можно много продолжать. Тут цитат, конечно, очень много. И прям почти все они про... Почти все они про Путина. Но я, знаете, прочитаю последнее. Дело в том, что цитаты здесь приведены по алфавиту. С какой буквы начинается. И в конце, после Чебураки, Чебуреки, Чебоксары, Чебурашки, нам идет последнее на букву Че, которое начинается со слова «человек». Человек свободен, если он должен подчиняться не другому человеку, а закону. Как вам такая цитата? Человек свободен, если он должен подчиняться не другому человеку, а закону. Ну и вы знаете, уже зашел я в этот же самый цитатник. Ну это вы поняли, да, что я про Путина сказал. Но он же ему уже в голову не приходит, что можно подчиняться закону, что бывает государством, где люди подчиняются не человеку другому, а закону. Это прям антироссия какая-то. Просто антироссия. Ну и я обязан просто прочитать еще цитату. Она уже... О, как бы есть разделе цитаты Канта, есть раздел, как говорится, цитаты о Канте. И вот цитата из Виктора Пелевина, книги Чапаева «Пустота». «Что меня всегда поражало, — сказал Чапаев, — так это звездное небо под ногами, и Эммануил Кант внутри нас». На что Петька отвечает, «Я, Василий Иванович, совершенно не понимаю, как человек, который путает Канта с Шопенгауэром, доверили командовать дивизией». Вот мы тоже не понимаем, как доверили Путину командовать такой большой страной, как Россия. Надеемся, что это историческое недоразумение в ближайшее время будет устранено. Тем более, что у нас скоро появится для этого инструментарий. Британия предложила Германии красивую сделку. Германия не хочет, как вы знаете, передавать газеты «Таурус», чтобы не портить отношения с Россией, чтобы не эскалировать, бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. Поэтому британцы сказали, давайте так, — говорит Сунак, — давай так, — сказал Сунак. — Давай так, — сказал Сунак. — Ты, Шольц, даешь мне ракеты «Таурус», они будут у меня на складе, а я свои «Стормшедо» передам Украине. И волки сыты, и овцы целы. Овцы — это россияне, в смысле, а волки сыты — это мы. Мы, украинцы, сыты ракетами, а овцы в целом смысле мы их будем уничтожать не немецкими ракетами, а британскими ракетами. Принципиально сделка нам, наверное, подходит, конечно, хотя у нее есть свои, как бы вам сказать, эх, грустно, но в ней есть свой неприятный момент. С одной стороны, конечно, лучше, чем ничего. То есть лучше получить британские «Стормшедо», блестящие ракеты, те самые, которыми мы уничтожили много российских кораблей, подводную лодку, штаб Черноморского флота, вертолетные площадки в Луганске и в Бердянске. Это все мы сделали ракетами «Стормшедо» или ее аналогом французской ракеты «Искальб». Еще 40 штук нам скоро привезет Макрон. Ну, конечно, нам хочется получить еще. Британцы говорят, ну, мы тогда сами останемся без ракет, поэтому вы, немцы, дайте нам «Таурусы», мы на склад их положим, а мы столько же ракет симметрично передадим Украине. Но есть нюанс. Да, мы, конечно, согласимся, но есть нюанс. «Таурусы», если верить «Вашингтон-Пост» газете и ее экспертам, единственные ракеты в мире, способные разрушить Крымский мост. Единственные. Потому что «Стормшедо», она летит, и она взрывается над мостом, она взорвется над мостом. Она, его сверху, может, чуть-чуть проломит, и все. А вот «Таурус», «Таурус», он проникнет внутрь бетона, и только там взорвется, так устроен «Таурус». Об этом писали военные эксперты «Вашингтон-Пост». Поэтому мы получим почти все те же возможности, кроме Крымского моста. Им придется подождать. Где еще мы стали? Итак, мы стали ближе к получению дополнительных ракет. В Сенате США говорят, что мы стали на шаг ближе к принятию также финансирования для Украины. «Американские законодатели продолжают дискуссии, бла-бла-бла-бла», об этом сообщает «Голосомедик». Итак, лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер, сказал, что сенаторы из обеих партий сейчас упорно работают над утверждением еще одного раунда помощи Украине путем финализации дополнительного пакета национальной безопасности. С каждым днем мы становимся ближе. Еще есть проблемы, которые нужно решить, но одно можно сказать наверняка – мы продолжим это делать. Мы обязаны помогать нашим друзьям и так далее, и так далее. Тем временем в своем выступлении лидер меньшинства в Сенате, Митч Макконнелл, он же в свою очередь республиканец, раскритиковал Байдена следующими словами «За то, что он не сделал больше, чтобы дать нашим друзьям, это нам, между прочим, Украине, решающее преимущество против агрессии Путина. И за то, что он не инвестировал более серьезно в восстановление военной силы Америки». Дальше Макконнелл говорит «Я никогда не впадал в заблуждение относительно того, почему Америка поддерживала борьбу Украины». Здесь никогда не шла речь о благотворительности. Это в прямых интересах Соединенных Штатов. Чтобы авторитаристы… Авторитаристы – это прям новое слово, да? Как это? Авторитаристы, да? Будем рыбу мы кормить глобалистами, да? Ага, авторитаристами, да, пацифистами. В общем, чтобы авторитаристы не чувствовали себя в праве переписывать границы силой. Вот так. В наших интересах помочь уменьшить уровень армии крупного противника. Не жертвуя для этого, жизненный американец сказал Макконнелл. То есть прямым текстом сказал «Да, мы должны дать Украине помощь». Ну, тем более, вот знаете, вот эти цифры из нашего генштаба, их надо Макконнеллу посылать каждое утро. Товарищ Макконнелл, еще 980 россиян уничтожены. Товарищ Макконнелл, еще 33 танка, 59 артиллерийских орудий. Запишите галочки, поставьте у себя на доске, нарисуйте в Сенате. И срочно идите за нас голосовать. По его словам, Сенат очень скоро будет иметь шанс восстановить наш суверенитет на южной границе, инвестировать в стратегическую конкуренцию с Китаем, а также восстановить наше доверие в глазах союзников и противников. То есть, по мнению оппозиции, республиканской оппозиции в Сенате, у них скоро голосование, которое решит и проблемы границы, и нашу проблему. То есть, они восстановят наше украинское доверие. Наше доверие. Ну да. Потому что они теряют доверие тем, что не дают нам денег. Рассказывают, как это важно для них же, для всех важно, как украинцы за них воюют, а деньги не дают. Потеряли доверие. В ту же дуду задули и в Евросоюзе. Там 1 февраля, предположительно, состоится внеочередной саммит, на котором будет снова рассматриваться вопрос о выделении нам 50 миллиардов евро экономической, напомню, помощи. В ней есть военность составляющая, но в основном это экономическая помощь. Значит, 1 февраля у нас ровно через неделю. Специально этот саммит учредили после того, как в прошлый раз Орбан не дал нам. И что мы за последние сутки получили по этому поводу? Мы получили за последние сутки две новости. Первое, это то, что Словакия решила не блокировать предоставление нам 50 миллиардов евро. Приехал премьер Фицца, которого мы так вчера с вами критиковали. И вроде так, судя по его заявлениям, прямо по всем пунктам, в общем, поддержал нас. Он сказал, что словацкие компании будут производить оружие и продавать его в Украину. Он подтвердил, что финансовая и гуманитарная помощь будет идти из Словакии в Украину. И, наконец, он сказал, что не будет возражать против выделения 50 миллиардов евро в Украине на саммите, который пройдет 1 числа. Вот так. Вот так. А мы несчастного Фицца обижали. Обижали Фицца. И, кстати, не только мы, а американцы тоже. Ну, ладно, про это я потом чуть позже, потому что это отдельный вопрос. А еще сам Орбан тоже. Но тут уже говорят слухи. Правда, не из телеграм-каналов, а от министра иностранных дел Финляндии Элины Волтанин. К нам пришел слух, что венгерский премьер Орбан откажется от блокирования 50 миллиардов евро и согласится на это все. Что Элина Волтанин сказала, что, значит, ей финские министры, ой, финские, господи, венгерские министры иностранных дел Петер Сиайта дал позитивный сигнал, сказал, что все будет чики-пуки. Так это или не так не знаем, но вот два позитивных сигнала по 50 миллиардам евро. А теперь, да, кстати, значит, ну хорошо, раз уж так еще про Орбана и Фитца будем сейчас добивать. Значит, про Фитца у нас на него наехали американцы за его вот эти высказывания в адрес Украины неполиткорректные, где он рассказывал, что в Киеве никакой войны нет, Украина превратилась в колонию США, то все опять все. Соединенные Штаты категорически опровергают заявление премьер-министра Фитца о том, что Украина является государством, которое находится под влиянием США. Такие комментарии не подобают члену НАТО. Посольство США в Братиславе добавило, что в случае нападения России на Словакию, Соединенные Штаты вместе с НАТО дадут отпор вместе со всем словацким народом. Если россияне захватят хотя бы один метр словацкой территории, мы никогда не скажем «Россия слишком сильна, надо сдаваться, подарить свои территории». Мы никогда не успокоим хулигана, руководствуясь собственными интересами. Американские солдаты боролись бы со словаками против тирании, как мы это делали, поддержав словацкое национальное восстание в 1944 году. И мы надеемся, что никто не скажет «Словакия – это государство под влиянием США». Ну потому что действительно, если премьер-министр Словакии говорит «Украина под влиянием США», а Словакии – это типа нет? В Словакии уже в НАТО. В Словакии, если на нее пойдет Россия, призовет американские войска к себе. И будет права. Даже договор такой есть. Ну а с Орбаном еще одно забавное приключение случилось. Значит, Орбана как-то выполоскали в чем-то таком непонятном. В общем, стал белый, пушистый по неизвестной причине. После того, как Турция на этой неделе уже проголосовала, парламент Турции проголосовал за вступление Швеции в НАТО, то оставалось единственным препятствием – оставалась Венгрия, которая еще не утвердила вступление Швеции в НАТО. И тут Орбан нечеловеческим голосом сказал своему коллеге, премьер-министру Швеции, «Вы, товарищ, приезжайте ко мне, будем обсуждать с вами вступление Швеции в НАТО». На что шведский премьер-министр, со всем уважением к великому венгерскому народу, сказал «Шиш, шиш с маслом тебе, товарищ Орбан, хрен тебе, я поеду с тобой это обсуждать». Значит, берешь сейчас прям рожа венгерская и утверждаешь наше членство, значит, в НАТО. И хрен ты что с этим сделаешь, понятно? Орбан от такого обращения немного опух. Хотя сказать про Орбана опух – это неполиткорректно. Но опух, тем не менее, опух как мог. И знаете, что сделал? И заявил, что… Он сказал так, я подтвердил, что венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать венгерский парламент проголосовать за вступление Швеции и завершить квалификацию при первой возможности, сказал Орбан. Вот так. Это произошло вчера. А сегодня уже по пять. Вчера было по три, вчера было по три. А сегодня уже по пять. Сегодня премьер Швеции сам позвонил Орбану, услышав такие слова, сказал, а, ну если так, то давай встречаться, обсуждать. То есть обсуждать мы будем, но ты сначала подтверди, что да. Орбан сказал, да. А, тогда премьер Швеции сказал, что с Орбаном встретится. Хотя, возможно, не в Венгрии. Но то, что не в Венгрии, это будет наказание. Видимо, в Словакии встретится. Словакия же у нас тут главная баната сейчас стала. Евросоюз готовит новые санкции, как я вам вчера уже и сказал. Но вчера моим великим прозрением было то, что, помните, я вчера предсказал, что новый пакет Евросоюз объявит 24 февраля в день годовщины российского вторжения полномасштабного. И вуаля, появился еще один повод подписаться прямо сейчас на канал Штельмам. Потому что еще одно мое пророчество сбылось по воле Аллахом. Нет, не Аллахом. Сбылось по воле... Ну, в общем, сбылось. Евросоюз наконец-то сам заявил, то есть вчера это заявил Штельман, а сегодня Евросоюз. Что он готовит санкции против России, новый пакет и новый пакет финансов поддержки Украины. К годовщине вторжения. Об этом написал Financial Times. Пакет включает 13-й набор ограничений для Юры Физлиц, связанных с войной, а также долгожданное соглашение о выделении Киева 50 миллиардов евро. Но это надо будет понятно проголосовать. Еще 5 миллиардов евро военной помощи в год. Это отдельно от 50 миллиардов евро. И решение передать Украине доходы, полученные от замороженных активов России. Также является частью общего набора мер поддержки. Это деньги, оружие и санкции. Но вот правда про алюминий почему-то уже не пишут в Financial Times. А хотелось бы, чтобы про алюминий тоже не забывали. Чтобы Россия больше не смогла поставлять в Евросоюз алюминий. Ну и еще, кстати, одно вообще-то хотелось бы увидеть в этом пакете. Объясню почему. Значит, британский постпред ВОН, или постпред Врекобритании ВОН, Джеймс Кориуки рассказал следующее. Значит, итак. Он сказал, российская оборонная промышленность разбирает холодильники на запчасти. И ради чего, говорит Кориуки? Чтобы потерять более половины захваченных с фермера в 2022 года земель и пятую часть своего Черноморского флота? Чтобы ее экономика потеряла больше 400 миллиардов долларов из-за санкций, спрашивает риторически Кориуки. А мы у Кориуки риторически спросим. Так а зачем вы им продаете холодильник, если вы знаете, что они из них что-нибудь выковыряют? Продавайте им только деревянные изделия. Ну серьезно, надо запретить поставку в Россию всего, кроме деревянных изделий. Пусть они деревянные мечи из них делают. Ну серьезно. Зачем продавайте им холодильник, если они могут что-то выковырять? Не надо. Зубные щетки не надо продавать электрические. Обязательно выковыривают оттуда батарейку, например. Кстати, батарейки тоже не надо россиянам продавать. Они же свои делать не умеют, я надеюсь. Хотелось бы увидеть это в списке санкций, запрет на продажу холодильников и электрических зубных щеток. Сейчас у нас будет некоторая рубрика о России, достаточно большая. Мы уже близки к концу выпуска. Немного поговорим об этой стране, лежащей где-то там на крайнем севере. Во-первых, там сегодня тюремных много новостей. Прям тюремные события разворачиваются. Но начну не оттуда, начну из Азербайджана. Из российской истории в жизни современного Азербайджана. Значит, что там происходит? Как вы догадываетесь, между Арменией и Азербайджаном произошла однодневная война в прошлом году, осенью прошлого года. И Азербайджан окончательно восстановил свою территорию целостности. То есть все, все до единого армяне были эвакуированы из Азербайджана в Армению, из Нагорного Карабаха в Армению. Все Азербайджан восстановил полностью свой контроль над своей собственной территорией. Лачинский коридор, Степанакерт, который теперь называется Ханкин-Ди. Все как бы хорошо. Но помните, возможно, вы такую деталь, что там же были российские миротворцы. Пока, значит, в 2020 году была война, 44-дневная. По результатам этого в Москве было подписано мирное соглашение, на основании которого там, в Карабахе, были размещены российские миротворцы. Несколько тысяч человек со всякими бронетранспортерами и прочей херней. И вы знаете, куда делись миротворцы? То есть война закончилась, войны больше нет, оккупации нет, ничего нет. А куда дели миротворцев? Я как-то, я забыл про них, честно, я думал, ну уехали, а что им еще делать? И что вы думаете? Лавров вчера заявляет, у нас там в Карабахе действительно остаются миротворцы. Даже после того, как все признали Карабах азербайджанской территорией. Но вопрос этот уже не касается армянской стороны, это вопрос двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном. Президенты решили, армия Азербайджана и России, что присутствие миротворцев играет позитивную роль для укрепления стабильности в регионе и возвращения тех жителей Карабаха, которые захотят это сделать. В смысле, какой стабильности в регионе? Как российские войска могут способствовать стабильности в регионе? В Азербайджане, где нет войны ни с кем, тогда мир из чего творить-то будете? Российские войска могут из мира сотворить войну. Они не могут из войны сотворить мир. Но и войны-то нет. Что они могут сделать с миром? Только взорвать его. Какие хитрые люди, а, называется? У нас там миротворцы для стабильности. При том, что нет ни войны, ни врагов никаких. В Армении просто нет сейчас армии никакой толком. Ну, к счастью для Азербайджана, мандат российских войск на территории Карабаха истекает уже через год. Ну как, в 2025 году. Осенью 2025 истекает срок действия мандата. Поэтому в любом случае российские войска покинут. Видимо, они решили награбить напоследок что-нибудь там украсть. Не знаю, что там можно украсть. Скорее всего, грабят дома армян. Но армяне же уехали. И многие что-то побросали. Там не могли же вывезти весь скарб. Вот россияне вывозят шкафы, оставшиеся коврики. Там не знаю, что еще. Для мышек. Ванны, краны, водопроводы. Ну что они обычно воруют, да? Постиральной машинке люди, может, с собой вывезли. Но там вантусы, не знаю, остались. Скорее всего, подворовывают вот это последнее, что осталось от армян в Карабахе. Итак, я обещал вам тюремную хронику. В России сегодня просто день тюрьмы. День тюрьмы. Ну, во-первых, там 9 лет дали какому-то бывшему губернатору Пензе. Я не знаю, что такое Пенза. Но ее бывшему губернатору дали 9 лет тюрьмы. Но это, как говорится, умер Максим и черт с ним, да? Это нам не жалко. А вот те, кто это у нас не касается. Он не с нами воевал, он там что-то свое воровал у кого-то. А вот то, что нас касается. Это три человека. Во-первых, Стрелков Гиркин получил 4 года тюрьмы за экстремизм. О, как, оказывается, видите? Значит, теперь этот человек осужденный дважды. Просто герой Советского Союза практически. Ему надо этот... У них по закону надо ставить бронзовый бюст на родине, если ты осужден одновременно и на Западе на реальный срок, и в самой России тоже на реальный срок. В России дали 4 года, в Гаге пожизненное. Может, они как-то ему зачтут, не знаю, вычтут из пожизненного. Когда мы его в Гаге будем сажать в тюрьму, мы скажем, не, ну вы уже 4 года отсидели, правильно, в Российской Федерации, поэтому давайте мы за 4 года до смерти вас выпустим. Вы посидите в Гаге пожизненное, но вы предупредите, когда вы соберетесь умирать, мы за 4 года до этого вас выпустим, вы же там 4 года отсидели. Или наоборот, пусть россияне засчитают ему в эти 4 года его пожизненный срок. То есть как бы, ну, уже пожизненное на нем есть. Ну, в общем, Стрелков перестал быть нашим активным врагом. То есть он остался нашим врагом, только теперь он бесполезный для россиян, сидит в тюрьме. А ведь это он начинал эту войну. Он начинал лично со своими там какими-то людьми, ружьями. Понятно, что по заданию ФСБ Российской Федерации. Но зачинщика войны уже посадили. Есть в этом какой-то символизм, понимаете, да? Зачинщика вот физического, не того, кто приказал, не Путина, но зачинщика, вот того, с кого война начиналась, посадили в Россию, в тюрьму. Того, кто добился наибольших для России успехов, их таких тоже два человека, кстати, Стрелков, которые захватывал Крым, Донецк, и Пригожин, который брал штурмом города, его убили вместе с его уткинами и так далее. Этого посадили. Красиво началось-то, красиво все пошло. Суровикину пока только, я так понимаю, куда-то в отставку отправили. Но еще одна тюремная часть хроники, это Дарья Трепова, та, которая подарила Владлену Татарскому бюст, опять-таки, бронзовый бюст на родине героя, но нет, она подарила просто какой-то бюст, в котором была бомба, бомба взорвалась, Татарский был уничтожен, ликвидирован. А в России, Россия, в том числе, почему-то либералы называют это словом теракт, хотя это, безусловно, ликвидация российского боевика, человек, который участвовал в войне, соответственно, являлся легитимной военной целью. Но Дарью Трепову посадили там в тюрьму, и сегодня приговорили к 27 годам тюрьмы. 27 лет тюрьмы. Она, кстати, не знала, что она передает бомбу. Просто передавала бюст. 27 лет тюрьмы. Но тут еще они не остановились на этом. Дмитрий Косинцев, человек, у которого в квартире жила Дарья Трепова после того, как был уничтожен этот татарский, ему дали год и 9 месяцев тюрьмы. Год и 9 месяцев. То есть, понимаете, это же как, помните про эту утку, да, что там, а в утке яйцо, а в яйце игла, в белке утка, в утке яйцо, в яйце игла, а там смерть Кощея. То есть, заметьте, умер Кощея, ну, то есть, в данном случае татарский, иглой стала эта, не бразулетка, а как ее, статуэтка. Значит, яйцом стала Дарья Трепова, потому что она принесла, а уткой стал Дмитрий Косинцев, который хранил Дарью Трепову. В Косинцеве Трепово, в Треповой, этот самый, статуэтка, в статуэтке татарской, смерть татарского. И вот они уже дошли до стадии утки. То есть, утку тоже сажают в тюрьму. У них сейчас лихо пойдет. Вот Стрелков тоже, наверное, жил в каком-то доме, да. Этот дом построил у какого-нибудь завода управления. Сейчас директора завода управления посадят за то, что он построил дом, в котором жил этот самый, как его зовут-то, Господи, Стрелков в тот момент, когда призывал к экстремизму. А что он там призывал-то? Он против Путина к какому-то экстремизму призывал. Ох, ну все, две новости осталось. Две, 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 две. Одна почти без комментариев, сейчас специально буду зачитывать в качестве Стёба. А вторая серьезная, интересная. Россиян вообще заподозрили в том, что они собираются организовывать взрывы в Европе во время чемпионата Европы по футболу. Причем заподозрили, что интересно, пророссийские, по сути, международные чиновники. Это интересная содержательная история, очень странная для меня. Но что есть, то есть. Сейчас расскажу вам ее. Но сначала все-таки коротко зачитаю просто один пост из телеграмма Александра Глебовича Невзорова. Невзорова редактировать нельзя. Невзоров как написал, так уж припечатал. Но не все же читают Невзорова. И когда я же встречаю что-то особо приятное для души нашей украинской, то я, конечно, зачитываю. И так вот Невзоров, как раз мы начинали с русской культуры, с того, как ее празднуют в Харькове сегодня. И вот Невзоров тоже в пешторосской культуре. Все артисты, даже слегка умазюкавшиеся в путинизме, абсолютно не сознают горечи своего будущего и судьбы в целом. Певцы, плесуны и фигуристы, хоть один раз осквернившиеся поддержкой СВО и военных преступлений Путина, получают неотмывное клеймо и вечную отмену. То, что прославляется и романтизируется в России, во всем мире означено, как грязная война Путина, оккупация, гитлеризм. И вот свежий примерчик. Значит, некто пианист Романовский имел глупость побрякать для орков на руинах театра в Мариуполе. Это так от себя добавлю, получается, еще один Евгений Миронов тоже решил на трупах детей музыку сыграть. И все в Европе для него закончилось навсегда. Королевский музыкальный колледж тут же сказал пианисту «Вон!» Все концертные контракты во всем цивилизованном мире обнулились. Тихой сапой, думая, что никто и не заметит, пианист решил, он этот россиянин, немножко потренькать Рахманинова в зале на окраине Рима 23 января. Но прилетело и туда. Все было отменено, концерт аннулировали, даже не утруждая себя объяснением причин. Причем не было никаких петиций от украинской диаспоры. Никто не писал кляус и жалоб. Все произошло автоматически, просто на основании международной базы поддержки военных преступлений РФ. Глупому пианисту придется засунуть свой инструмент себе в анус и заняться развозкой пиццы. В базе сейчас почти 400 фамилий. Попасть в нее легко. Избавиться от ее клейма практически нереально. Пишет Александр Глебович Невзоров. Это отличная новость, принес нам Невзоров, что, оказывается, я не знал, что существует некая база действительно. Я надеялся, что она есть, которая в Европе принята, акцептована, так сказать, куда наши вносят всех вот этих артистов, певцов, спортсменов, которые посещают наши оккупированные территории. И дальше они больше. Им запрещены, естественно, любые кастроли. Хорошая новость, хорошая. Собирайте данные о тех, кто ездит. Вот вы там на оккупированной территории, вы спрашиваете, какую пользу вы можете перенести. А вы пишите куда-нибудь, ну, осторожно, таким людям, как я через фейсбучек, кто там из артистов приехал. Ну, кто может. Для кого это не риск. Не надо подвергать себя лишнему риску ради такой ерунды. Если вдруг. Если вдруг. Ну, и последнее, как и обещал, пока вы подписываетесь на канал Штурман, пока вы ставите лайк. Президент УЕФА боится за безопасность в случае участия Украины или Израиля в Евро 2024. Александр Чеферин выразил опасение относительно безопасности чемпионата Европы, если там туда попадут Украина или Израиль. Значит, он согласился, что если Украина или Израиль выйдут на Евро через мартовский плей-офф, сейчас я объясню, что такое мартовский плей-офф, это не мартовские коты, не мартовские иды, это что-то другое, тем, кто не знает. Это может добавить дополнительные измерения к угрозе безопасности, которую традиционно составляют для крупных турниров террористы и активисты, подобные террористы. Итак, ну, значит, сначала объясняю ситуацию. Сейчас в марте будет дополнительный отбор на чемпионат Европы, в котором участвуют и Украина, и Израиль. Израиль сначала играет с Боснией 21 марта, а потом, нет, извините, Украина играет с Боснией 21 марта, а Израиль в этот день играет с Исландией. И потом победители матча играют между собой за единственную путевку на чемпионат Европы. То есть, например, может быть, что это будет матч Украина-Израиль. Но в любом случае из этих двух команд может выйти не больше, чем одна. Так вот, если выходит Израиль, то я понимаю, о чем говорит Чеферин. Ну, типа, Хамас устроит теракты, да, ну, как они уже устраивали. В 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене палестинские террористы убили большую часть израильской делегации, просто убили израильских спортсменов. Но, получается, о чем говорит Чеферин-то? Что если попадет в сборные России, то тоже будут теракты, увеличится вероятность терактов. То есть, он подозревает, что россияне будут взрывать спортсменов разных команд на чемпионате Европы по футболу, если там будет сборная Украины. Это новое подозрение, прям новое. И это Чеферин, который раньше выступал, например, за то, чтобы допустить российские детские команды к международным соревнованиям. Его за это забанили, конечно, все забаллотировали. Но, извините, Чеферин говорит, председатель УЕФА говорит, мы боимся, что русские будут устраивать теракты на чемпионате Европы по футболу в Германии. Это новый уровень, новый уровень для российского режима, мне кажется. Новый уровень подозрения. Завтра встретимся. Пока-пока.